Творческий беспорядок в зале имени Каца. Новосибирские музыканты решили отметить Татьянин День джинсовой вечеринкой. Затем, как заслуженные артисты хулиганят на главной концертной площадке мегаполиса, наблюдал Анатолий Харитонов. В новосибирской филармонии все вверх дном. Вот здесь на сцене на веревках сохнут джинсы, дальше разбросаны смятые газеты, пустые металлические бочки, коробки. И кажется, что это полный бардак, но по словам режиссера, тут ничего лишнего, и все это декорации. В обычном дворе, каких тысячи, например, в Питере или Нью-Йорке, собираются исполнители. Никаких смокингов, строгих брюк, белых рубашек. Улица диктует свой стиль, свободный. В одежде, в музыке, на джинсовой вечеринке, шутит заслуженная артистка России Юлия Рубина, можно и похулиганить. Симфония игрушек, детская симфония, в которой мы используем не только наши обычные инструменты, но и всякие детские штучки, пищалки, трещалки, дудочки. Необычное звучание не только у классической музыки. Например, русская народная песня под аккомпанемент джазового коллектива «Штрих-код» плавно перетекает в знаменитый хит 70-х годов «Шизгарит» группы «Венус». В зале имени Арнольда Катца экспериментируют и удивляют фортепианный дуэт Геннадий Пыстин, Дмитрий Карпов, филармонический камерный оркестр, а также вокальные ансамбли. Художественный руководитель одного из них, Павел Шаромов, рассказывает, здесь джинсы – символ свободы. Артист вспоминает советские годы, когда из-за границы нельзя было провозить больше двух пар этих штанов. Могли посадить за спекуляцию. Ехали из Венгрии, например, с конкурса, 78-й год, не дай бог, у тебя больше двух пар джинс, а покупали-то себе, своей любимой или любимому маме, папе. Вот так вот жили. Отмечать Татьянин день необычно в новосибирской филармонии стало уже традицией. Итак, в 2015-м здесь, прямо в фойе, была дискотека – классические произведения в современной аранжировке. В следующем году, шутят организаторы джинсовой вечеринки, обязательно придумают что-нибудь экстравагантное. Идеи уже есть, но это пока секрет. Анатолий Харитонов, Сергей Жданов, Новости ОТС.